Всем привет! С вами Данил Тегер. Юлия Рожерс. И это Вызов принят! И сегодня мы снова будем пробовать детское питание. Как вы видите, у нас тут куча всего, куча всяких вкусностей, разнообразностей. Гость программы. Гость программы. Компот. То, что помогает нам выжить. Да, то, чем мы будем запивать, то есть это мы нальем сразу. Сразу запивать, а все остальное мы будем пробовать. И Вы будете смотреть на наше страдание. У нас, как всегда, все это пронумерованное дело. Есть вот эта вот чудо-мисочка с чудо-номерами. Мы будем вытягивать. Да, и все это пробовать. Что ж, я предлагаю начать. Итак, пахнет неплохо. Дай мне нюхнуть. А нюхнуть. Кстати, мы забыли Вам сказать, что мы здесь не одни. С нами Настя, наша режиссер-оператор. Она уже пьет. Ты че? Нормально? Да. В общем, это у нас компот процеженный и со вкусом грудинки, яблоки и черноплодной рябины. Вот. Вот этим всем мы будем запивать. Это у нас огушек. Ну, на вид неплохо. И на вкус тоже вот так и нормально. Да, Настя уже попробовала. Чем-то даже на желачку похоже. Это как обычный компот клубничный. Ничем не отличается. В общем, это действительно поможет нам выжить, я надеюсь на это. Даня вылавливает. Хоть чем-то порадует. Пусть она шерсть. Не бывает. Это мило, бывает, да? Я думаю, все знакомы с такими проблемами, у кого пушистые кошки. Чем проблема? Шерсть повсюду. Давай, как обычно, посчитаемся на камене, кто из нас первый тянет бумажку и тянем. Раз, два, три. Раз, два, три. Первый. Давай. А где? На. Пожелайте нам удачу. Да, пожелайте нам удачу. Потому что здесь куча всяких вкусностей. Что там такое? Что там? Три, два, нет. Два. Номер два. Под номером два у нас... О, это самое... Самый смак ты выбрал. Это пюре Гербер, только кабачки. Очень жидко. Ой, чпокнуло. Давай, открывай. Сейчас за швашок пойдем. О, это пахнет как... Хочешь понюхать? И такое жидкое это. Да, да, понюхай. Ммм... А, ладно. Ладно. Жаль, как вы не видите ее лица. Нам уже не впервой все-таки, да? Да, нам не впервой. Это уже во второй раз. Фук, вы это есть будете, господи. Как мы ели в прошлом. Как детская нервность, реально. Ты что, ты не смотрела? Давай. Вот это вкусняшка, да? Да, давай. Сходи, между тобой. О, как ты забьешься в конвульте. Ну, а что ты скажешь? А еще... Фигуа ты. Нет, это терпимо. Это терпимо или ты умираешь? Я к тебе в апресметрный дрен. Просто имит привыкание. Противная дрен. Это бодяга. Какая-то бодяга. На запах немножко. Знаете, девочки должны знать, хной когда-нибудь кратились или что-то такое вот похоже по вкусу. Я не пробовала хну, но в смысле, она пахнет так же, а вот эта по вкусу такая же, как хна. Вот как пахнет хна, вот так вот на вкус вот эта. Фу, это противно. Реально, это хна. Абсолютная... Мы поняли, из чего делают хну. Всякая хна, короче, кизы, да? Всякая хна. Да, первое испытание мы прошли. Та-да-дам, тадам. Так. Номер один. Что это у нас? Это тыква. Тыква, рис и молоко. В прошлый раз, если вы смотрели предыдущий наш вызов, я ссылочку оставлю в описании на предыдущий вызов такого рода. Мы ели тыкву, но там была чисто тыква, пюре тыквенная. Здесь еще рис и молоко. Я не думаю, что молоко с тыквой, это хорошая идея. Это тыква, рис и молоко. И знаете, цвет тоже такой... Брехня. В прошлый раз был ярче цвет, такой прям оранжевый. Здесь молоко, видимо, разбавило слегка всю эту картину, но... Пахнет. Ну, мы терпим. Почему-то мне кажется, что пахнет хлебушком. Вам так не кажется? Мне кажется, что пахнет хлебушком. Странный меня застает. С первого раза не поняла, как это было. Но все раз шесть понюхала уже. Нет, хлебушка мне дает. Я не знаю, какой это хлеб. Жрешь. Ну, мы не такой. Ладно. Хоть он вкуснее. Пахнет хлебушком со вкусом риса, молока и тыквы. Оно гуще. Да, я не могу на это смотреть, мне больно. Оно сладкое. Что? Оно сладкое, я скажу вам. 4% сахара. 4% сахара дают тебе знать. Вкусное? Вкус очень непонятный. Притерно-сладкий. Мне кажется, здесь больше, чем 4% сахара. 40%. Я говорю, они нарушают. Что это? Противно. Противно? Оно не то, чтобы противно именно в таком, типа, бле, а противно-сладко. Мне нравится. Кабачки-то лучше были. Ты зря улыбнулся сейчас. Да? Не можешь? Давай, ты скорбь. Я не против. Не поднимай голову, ты не помещаешься в камеру. Я говорю противнее. Молоко, молоко. А, вот теперь я чувствую, да, молоко. После вкуса остается и молочное. Сначала ты чувствуешь только сахар какой-то сладкий, смешанный с какой-то, не знаю, с чем, с какой-то примесью ужасной. А потом после вкуса у тебя может остается молочное. За вас, господа. Да. Ты голодный, скажи мне честно. Я вот и кушать хочу даже, что мне нормально. Но это нет. Пюре из тыквы, молоко пастеризованное, масло сливочное, мука рисовая, сахар-футывающего масла. Ну, мы продолжаем кулинарную изыски пробовать нашу. Три. Три. Мы что-то прямо по порядку. Говядина с кабачками и лисом. О, господи, давай. Я уже... Фу, она как мне подрагивает. Что ты хотела, говядина? Пахнет мясом. Ну, знаешь, курица в прошлый раз тоже мясом похвала. Ага, мясо спющего. Ох. Ой, ну, знаешь, я могу по-палу-палу-палу-палу-палу-палу-палу-палу-палу. Ну, попробуйте потом я. Ты пробуешь что-то первый. Я? Кстати, да, скажите, ну... Блин. Давай. Папапапам-папам-папам. Имею бронетинку. Ох. Такая жизнь будет сразу. Так. Вообще, выходит. Вообще? Ну... Я тоже хочу попробовать потом. Серьезя? Да. Это как по-акименда. Это по-акименда. Прям совсем-серьеза противно? Мне противнее от того, что она по-такименскому жиле тихо-тихо, я все перестроил. Нет, я, пожалуйста, не буду это пробовать. Сейчас я попробую. Главное, сначала ты же ладно как-то еще. Поначалу идет запах мяса, а когда ты берешь это просто, это просто дискуссная жижа. Да. Ты не будешь попробовать? Она вообще безвкусная, ты как-будто сопли безвкусные жмёшь. Спасибо сейчас. Сравнение отличное. Ну не сопли, а желе какое-то. Как собачий корм. Сейчас бы собачий корм поесть. Фу, а-а-а, фу. Чё, смешение с этим глебанок. Напоминает по консистенции ещё, знаете, кошачьи вот эти вот желе, которые... Да, да, да. Это он напоминает, да. Чем кормят детей? Бедные дети, мне их жалко. Детей кормят как животных. Да. Так. Номер шесть у нас это гарнир, овощной гарнир из тыквы, моркови и кукурузы. Должно быть вкусно. Вы знаете? Должно быть и вкусно. Не знаю. А что? А, там тыква? Нет. Тыква, морковь и кукуруза. Ну смотря как тыква приготовлена. А как это есть? Может на ложку? На ложку, да. Может на ложку выдают? Пахнет как пусто с молоком и рисом. Да. Так, я не буду пробовать. Ладно. Я не хочу. Не могу. Ну что? Блин, если тебя на красу... О, она что-то не напоминает. Что? Какой-то дрянь. Прям тыква и всё. Аня, хватит. За вас, господа. Что ты за меня так волнуюсь? Это не тебе помирать. И тыква. Ну и тыква чувствуешь, да? Прям сразу такой весный вкус тыква. Я второй раз это не буду. Я вторую разу. Там кусочки. Там кусочки. Да, забыла сказать. Там кусочки. Не, это отвратно. Это прямо отвратно. Сами, сусами. Не, что это сами. Седьмое. Седьмое. Это у нас пюре из яблок, бананов с творогом. Вот это я попробую. Я думаю, нам понравится. Это должно быть вкусно. Мы решили разбавить нашу тыквеную вот эту вот. Вот это вот. Тыквенное безумие. Тыквенное безумие чем-то вкусное. Как? Я тоже хочу. Я тоже хочу. И какое-то счастье за сегодняшний день. Реально вкусно. Реально вкусно? Ммм. О, хорошо. Я сок такой пила. Если вы когда-нибудь видели в магазинах «Сох любимый» с бананом и яблоками, по-моему, он. Или с бананой и грушей. Вот точно такой же вкус, просто сок. А это пюре. Вкусно. Я почувала номер пять. И номер пять это у нас кашка молочно-гречневая с яблоками. Мы так и не поняли, это густое или жидкое. Это жидкое, судя по тому, что здесь вот трубочка, наверное, это жидкое. Но я не понимаю, как можно кашку молочно-гречневую пить. Так, «С» с Синомен. С Богом. С Синомен, да. Спасибо. Я не буду это пробовать. Все, все кончено, да? Все, мои надежды пали. А, это вроде вкусно, но потом идет вкус гречки. И что-то непонятное происходит. У меня в голове, на языке и ворту, я не поняла. Нет, все-таки попробуй, мне просто интересно. Ну, очень неоднозначное у меня отношение к этому. Вроде вкусно, вроде и нет. Вроде что-то и нормально, а вроде что-то и не то. Как реально гречневую жидкую кашу пьешь. Просто полный бельмот и там все. И ты ее пьешь. Ну, ничего такого противного? Ничего противного, но и что-то странное. Гречка, что-то. Яблоко вообще не чувствуется. Яблоко, да. В общем, нет. Там одна гречка и молоко. Ну, ничего, как-то. Какая-то... Какая-то фигня. Водяль. Вообще. Пойло какое-то. Хорошая пойло, да. Что-то какое-то пустое. Кричай. Как опилки жрешь. Всем привет, я Анастасия и Едема пилки. Сейчас это где? Давай, у тебя последние четыре. Говядина с брокколем, морковью и рисом. Помощь, открыть. Говядина с брокколем, морковью и рисом. Голос? Ну, на вид это то же самое, что и то. Ана. Это больше мясом пахнет. Чего? Пьешь? Я вам хорошие вкусы. Брокколи, морковь. Выбрала просто все. Да, кстати, вы были всегда, что выбирала. Это Настя нам это все делала. Она нас очень любит, судя по всему. Мы выбрали только это. Тебе понравилось? Мы выбирали только то, что вкусное. Вот это вот, с творогом. Тебе понравилось такое? Мне? Тебе да. Почему? Не должно. Да, неплохо. Разбирается во вкусу киньи. Вкус арбейского питания, Юля. Как в прошлый раз, была курица, а не соленая, не сладкая никакая. Так что здесь говядина такая же. Нет, больше говядины отдает вообще. Тут прям мясо. Попробуй. Надеемся, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить свои большие пальчики вверх. Подписываться на мой канал на YouTube. Вступать в мою группу ВКонтакте. Не забывайте подписываться на мой Instagram обязательно. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Надеемся, что вы питаетесь правильно и не этим. И всем пока-пока. Чао. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok